всем привет сегодня традиционный немецкий мужской салат всех женщин попрошу удалиться от экрана остаться только мужиков все очень просто я отварил картофель значит чтобы не париться выставляем температуру и выставляем на конфорку таймер небольшие кусочки картошки варятся 10 минут установили 10 не думаем она сама все отключится значит сковорода так не смешите Не разу снафил, давай на чём кисти. Варь, давай! Сука, Вася. Чи, ты открыт? Соружен ты, в принципе. Видим ту фигуру, с которой вас жена встречает, да? Нет. Сука, Вася. Как, приключили. Сковорота, это та фигня, с которой некоторые жены... А чё? А чё вы на охуе? Всё, всё, что, а? Стой, что ты мобильный. Сковорота, кричи, я тебя ж шутки насти. Да, блядь, я слушаю свои шутки здесь, понимаешь? Для вас. Это было бы лучше. Блин, сейчас вам ржать. Теперь понадобится сковорода. Это та штука, с которой некоторые жены встречают своих мужей. Ставим сюда, врубаем. Восьмёрочка. Луковица, небольшая. Снимаем то, что нам не нужно. Остальное режем вот такими вот пёрышками. Сюда. Можно температурку сделать побольше. Нам нужно, чтобы лук хорошенечко обжарился. К луку небольшая ложка сливочного масла. Пока масло разогревается, сливаем с картофеля воду. И отправляем картошку вот сюда, к луку. Сразу же добавляем обильно перец. И немножко соли. Для того, чтобы долго не ждать, пока тут всё пожарится, я предлагаю традиционно использовать факел. Всё, быстро чуть-чуть карамелизуем лук и картофель. Ну, так будет вкуснее. Класс! Вот и всё пожарилось. Теперь берём чашку. Высыпаем сюда картошку с луком. Сюда же режем зелёный свежий лук. Режьте, как попало. Главное, чтобы удобно было есть. Обязательно укроп. Теперь добавляю самый, что ни на есть, русский ингредиент в немецкий салат. Это солёный огурец. Главное, чтобы он был вкусный. Если вы сомневаетесь в его вкусе, налейте рюмочку водочки. И попробуйте один огурчик, чтобы понять, подойдёт он для этого салата или нет. Огурцы режем довольно крупными кусками. Отправляем к картофелю. Ещё один непременный атрибут. Это зелёный консервированный горошек. Тоже сугубо российский ингредиент. Добавляем сколько нам душа пожелает. И заправка. Запомните, в этом салате не должно быть никакого майонеза, а только сметаны. Обильно так заправляем сметаной. Всё это перемешиваем. О, вот это получается настоящий, сытный русский салат. Ну, то есть он немецкий, но почти что русский. Выкладываем основную часть сюда. Не забывайте добавлять огурцы. Не картошка единой жив человек, а русский человек тем более. И теперь кульминация. Значит, это салат не салат, если он без копчёной рыбы. Я взял копчёного сома. Сома у меня горячего именно копчения, а не холодного. Вы можете взять либо скумбрию, либо треску. Нарезаем его вот такими вот шматками. И выкладываем рыбу сверху на картофельный салат. Пока картошка тёплая, сразу начинает идти аромат копчения. Я вас уверяю, даже если женщина случайно забралась на кухню и приготовила это для своего мужа, он будет в счастье. А, ну и теперь чуть-чуть украшения. Как мы без этого? Мужчины тоже любят, когда красиво. Пару листочков шпината. Бросьте. Немецко-русский салат с копчёной рыбой, в моем случае с копчёным сомом, готов. Я вас уверяю, пахнет бомбически и каждому мужчине он понравится. Медея, почувствуй себя дома.